здравствуйте дорогие друзья мы находимся в нижнем новгороде в ботаническом саду это ботанический сад от нашего нижегородского университета имени лобачевского и здесь сейчас мы поговорим с вами о том как размножить рододендроны из семян вот есть такое название азалии садовые азалии это такие рододендроны которые имеют листья опадающие на зиму вот это например такие рододендроны правильно все-таки их называть именно так а не азалии хотя в продаже вот в этих горшочках иногда встречается именно такое название что это вот азалии вот мы сейчас стоим около такого рододендрона который носит название ноготковидный он очень обильно цветет это можно судить потому что сейчас вот на нем огромное количество семян и завязываются они у нас нижгородской области очень хорошо и возревают хорошо поэтому в принципе есть смысл попробовать выращивать рододендроны из семян особенно у тех садоводов у кого нет рядом больших садовых центров или питомников ну и вообще эти саженцы дороговато стоит а вот если самим вырастить из семян то можно получить сразу много посадочного материала и себе посадить и кому-то из знакомых подарить собирают семинар до дендронов до наступления сильных заморозков вот сейчас у нас вы видите что заморозки прошли и все белое стоит но еще температура низко не опускалась собственно говоря не сам холод влияет на всхожесть а вот эти резкие колебания температур у нас же очень часто бывает так что то замерзнет сильно то потом оттепель наступает длительная и вот эти колебания температур они могут снижать схожесть у семян которые остаются на открытом воздухе поэтому их собирают их убирают в какое-то сухое помещение и до весны хранят и уже весной приступают к посеву что нужно еще знать о семенах урододендронов они находятся на верхней части побегов но вот однолетний прирост он уже вырастает повыше выше чем эти семена и нужно не перепутать с почками вот дорогие друзья почему-то некоторые принимают почки за семенные коробочки а прочитали где-то в журнале что семена надо урододендронов обламывать и обломали все почки вот не делайте так пожалуйста все таки присмотритесь семенные коробочки они сейчас такие побуревшие почки они зеленые причем вот это цветочные почки они такие крупные вот с такими крупными цветочными почками рододендроны и зимуют приходили вопросы ой как же так мой рододендрон такие И почки набил, а у нас уже сильные морозы. Что же, все замерзнет? Нет, не замерзнет даже вечно зеленый рододендрон, у которых эти почки прям вообще огромные, величиной с орех. И у них все прекрасно, и они потом распускаются у нас, хотя морозы до 30 градусов, и в принципе, если зимостойкие виды, то это никакой роли не играет. Итак, как же срезать вот эти семена или как обламывать? Аккуратненько нужно взяться за семенные вот эти вот такие кисточки, и на бочок вот так наклонить, и тогда он хорошо отламывается. Резко вот так дергать не нужно. Вот иногда вы беретесь, а они плохо отрываются. Резко не нужно дергать, потому что у некоторых видов рододендрона вы можете оторвать семена вместе с побегами, на которых уже заложены цветочные почки. Поэтому либо вот так аккуратненько отламываем на бочок, либо просто срезаем маленькими ножничками. Дальше что делаем? Кладем в пакетик и убираем в сухое помещение. И там эти коробочки сами высыхают, сами раскрываются. Происходит, мы как говорим, дозаривание этих семян. Сами они высыпаются, и ничего шелушить самостоятельно не нужно. И потом вы просто отбираете эти семена для посева. Сеять их нужно где-то в феврале-марте, но если не хватает освещения, то лучше подождать и сеять попозже. Потому что вот вытянутые эти семена, всходы рододендронов, они слабенькие, они могут повреждаться болезнями и так далее. Вот о пассиве, о том, какую почву готовить, мы с вами поговорим подробнее уже в более теплой обстановке. Сейчас, если честно, очень холодно. И все подробненько там расскажем. Я только скажу вот о чем. Обязательно нужно приготовить кислый грунт. Озаботьтесь, пожалуйста, этим. Где-то в продаже найдите либо кислый торф, который продается в пакетиках. Прям так бывает и написано. Торф кислый, либо это грунт для азалий, для голубики. И обязательно, пока еще позволяет погода, сходите в лес и наберите хвойного опада. Я подчеркиваю, именно хвойного опада. Не из-под голубой елочки, которая у вас растет около дома, а именно из леса нужно этот опад взять, чтобы там была микориза почвенных грибов. Вот именно эта микориза, она помогает развиваться вот этим маленьким молоденьким всходом. И дальше вы это все просеиваете, смешиваете в пропорции один к одному. Можно даже хвойного опада больше положить. И высеваете эти семена. Про посев мы поговорим подробнее. А вот сейчас мы будем рассматривать семена, которые есть у этих рододендронов. И что в нашей нижегородской зоне можно сеять. Вот я уже сказала, что это ноготковидный, семян огромное количество, цветет очень обильно, такими крупными шапочками кругленькими. Можно взять от любого вида, от любой расцветки японского рододендрона. То есть они у нас бывают белые, бывают желтые, бывают оранжевые эти японские рододендроны. То есть вот от любых можно брать. Что получится у вас уже из этих семян, трудно сказать, потому что есть перепыление. Если растут рядом несколько вот этих кустиков, там, скажем, белые, желтые и оранжевые, то что у вас получится, вот это тут уже лотерея, как говорится. Даже вот, знаете, очень интересно всегда наблюдать, потому что это сюрприз, какой у тебя расцветет кустик. У меня, например, из семян есть три лососевых, оранжевых таких, но все они с разным немножечко оттеночком. И вот когда эти три куста я вместе посадила, такая игра красок, просто вот костер, который тоже имеет разные оттенки. Вот получается очень-очень красиво. Можно брать от рододендрона вазы. Я у него, кстати сказать, завязывается мало семян, и они мелкие, не такие крупные, как вот у ноготковидного. Можно брать от сихотинского, хорошие всхожесть, но у него тоже очень-очень мелкие вот эти вот семенные коробочки, и тоже нужно быть внимательным и смотреть там, значит, найти их в кустике. Можно брать от зимостойких видов вечно зеленого рододендрона. У них крупные семенные коробочки. И все это у нас будет зимовать, то есть вот рододендрон смирного, рододендрон крупнолистный, гибридные формы, которые у нас здесь в Нижегородском ботаническом саду выращиваются, все это у нас растет, зимует и замечательно цветет. Теперь, вот я сказала, что можно брать вот такие семена прямо с растений. Где их взять, если у вас поблизости не растут эти рододендроны? В магазинах они не продаются. Вот в пакетиках вы семян рододендронов вряд ли найдете. Может быть, только где-то импортные семена вы найдете на каких-то интернет-сайтах. Коллекционеры продают семена рододендронов, можно выписывать. Знаю я, есть такие коллекционеры, которые именно продают семена рододендронов. Теперь еще, вот ботанические сады высылают, но только ботаническим садам. То есть частникам, как правило, не продают семена. То есть это вы все-таки ищите у кого-то, у коллекционеров. Теперь, вот смотрите, дорогие друзья, я сказала, что вот такое огромное количество семян завязалось у этого рододендрона. Вообще, если это ваш собственный куст, здесь-то вот, вы понимаете, здесь оставлены и для того, чтобы делиться с другими ботаническими садами, и для того, чтобы проводить обучение студентов, например, как из семян выращивать, и для того, чтобы проводить скрещивание там и выращивать вот какие-то гибридные формы, здесь оставляют семена. На своем участке вы, пожалуйста, потрудитесь и пообрывайте эти семена. Если вы не собираетесь выращивать из семян, да вообще даже если вы планируете выращивать из семян, достаточно на двух веточках оставить, на двух, на трех веточках вот эти семенные коробочки. Остальное все пообрывать, потому что на семена растение тратит очень-очень много сил. Вот, и вот эти семена вы оставили, срезали их, и тогда будет у вас запас семян. Хватит вот для того, чтобы вам вырастить, ну, я не знаю, ну, штук 20 посеяли, и вам же не надо много кустов, как вот в ботаническом саду. Вот. Еще о чем я хочу сказать, вот не нужно торопиться рано собирать эти семена, потому что они долго достаточно вызревают, и вот сейчас еще на некоторых японских рододендронах вот эти семенные коробочки, они выглядят такими зеленоватыми. Но семена уже там созрели, мы проверяли, то есть разламываешь эту семенную коробочку, если там совсем все белое, плотное, и она даже вот плохо разламывается, это еще не дозрело. Если она уже разломилась, и там видно вот такие желтовато-коричневые семена, можно уже брать и использовать их для посева. Вот здесь на этой клумбе, на этом овале посажены разные виды рододендронов. Вот здесь рядышком со мной это канадский, он зацветает раньше всех. Дальше начинают свести японские разных оттенков, и желтые, и красные, и оранжевые, очень-очень красивые, как я уже сказала, ноготковидные, вазеи здесь есть. И все эти рододендроны у нас в Нижегородской области очень хорошо и цветут, и зимуют, так что можно их смело выращивать, нужно только правильно их посадить. Вот мы собрали сейчас семена с канадского рододендрона, у него очень мелкие семена, и иногда бывают вот эти однолетние приростики, такие маленькие, что их можно перепутать тоже с семенами внимательно, чтобы вы их вместе не отрезали, иначе у вас там цветочные почки и листочки тоже могут отрезаться вместе. Дальше вот это японские, у него очень крупные семена, там, собственно говоря, и не перепутаешь. Это японские, вот на памяти, по-моему, у меня это желтого цвета, очень красивый. И между собой вот эти виды, они не перепыляются, то есть если вы из канадского собрали вот эти семена, у вас канадские вырастут, из японского вырастет японский, из ноготковидного вырастет ноготковидный. Вот японские между собой разных оттенков, они перепыляются, и там будет сюрприз, что же у вас вырастет, желтый, оранжевый или белый, ну, чаще всего оранжевый, лососевый такие вырастают, очень-очень красивый. Теперь возникает вопрос, вот когда же эти рододендроны расцветут, если вы их вырастите из семян, потому что вот эти всходы, они развиваются достаточно медленно. Надо сказать, что время летит очень-очень быстро, садоводы, наверное, это знают. И вот японские зацветают на 4-5 год, вечно зеленые, они подольше думают, до 6-7 лет бывают, но когда вот вы получаете первые цветки от своих выращенных вот таких из семян рододендронов, ну, это просто праздник души, поэтому попробуйте обязательно. Мы будем сеять и подробнее рассказывать о том, как выращивать из семян уже в теплых условиях, где-то дома мы будем снимать этот ролик. Так что запасайтесь, пожалуйста, семенами. За зиму можно найти коллекционеров, кого-то выписать, и мы будем уже в марте месяце приступать к посеву. Заходите на наш канал, будем вместе выращивать рододендроны, будем любоваться на этих малышей, потому что выглядят они совершенно замечательные, и вот совершенно точно вы получите удовольствие и от самого процесса выращивания, но и, конечно, когда ваши рододендроны, которые вы выненчили, можно сказать, у вас они зацветут в вашем саду. Спасибо. Спасибо.